привет привет с вами я ад скрайбер сегодня на обзоре у нас ставшие легендарные meizu m6 ноут впервые meizu на snap и красивый долгоживущий ну в общем давайте начнем по порядку вначале будет скрайп обзор или скрайп характеристики данного телефона потом поговорим о внешнем виде и подведем некоторые итоги конечно же проанализируем фотографии и в видео возможности этого телефона традиционно начинаем с экрана кенту и здесь он 5 5 дюймов два с половиной дэй стекло стекло сразу хочу сказать очень хорошего качества она точно такой же как на айфоне 7 плюс мне кажется китайцы просто с айфона 7 плюс скопировали его и скопировали хорошо идеально и она очень красивая внешний вид очень впечатляет особенно в черном варианте разрешение экрана full hd проблема экрана только в том что он не очень яркий на солнце яркости хватать точно не будет и олеофобное покрытие этого экрана так себе палец скользит но скажем так средне беспроводные модули связи lte работает в разных бендах но нас интересует 3 7 20 здесь третьих бенда присутствует спасибо meizu за это bluetooth 4.2 nfc к сожалению отсутствует есть конечно же вай фай и gps операционная система здесь android 7 прикрытый фирменной оболочкой флайм флайм 6 буква g в конце говорит о том что это глобальная версия работает хорошо стабильно никаких нареканий по поводу этого еще не было далее перейдем к сдвоенной камере первая и основная камера на 12 мегапикселей от sony mx 362 f 1.9 диафрагма то есть открывается зрачок модуля очень хорошо и плюс дополнительная камера 2 на 5 мегапикселей от samsung диафрагма f 2.0 снимает он видео в 4к стабилизации видео к сожалению тоже нет а фронтальная камера у него мощная на 16 мегапикселей f 2.0 диафрагмы тоже как он снимает как он снимает видео как он делает фото все это в обзоре дальше процессор здесь 625 snapdragon построенный на 14 нанометровом техпроцессе один из самых наверное популярных или наверное самый популярный процессор для сяоми для сейчас наверно может быть и для мэйсона станет такая же история в общем процессор хороший отличный проверенный и соотношение цена-качество у него просто идеально и отвечает за видео здесь adreno 506 оперативной памяти здесь 3 гигабайта но есть версии вот как в нашем случае 316 332 и 464 оперативная память здесь типа lp ddr3 и основная память и м м си 5.1 ее можно расширить за счет карточки на 128 гигабайт вся эта комбинация выбивает в новом antutu 74 тысячи 500 бенчмарок хороший результат как вы знаете в новом antutu уже результат становится гораздо больше чем в предыдущем здесь установлен микро юсб 2.0 есть также мини джек и поговорим о звуке в этом телефоне звук в этом телефоне просто великолепный громкий его достаточно чтобы слушать музыку в комнате без проблем детализация звука тоже хорошая и есть какой-то даже намек на объемность за то что нам дали такой хороший качественный звук конечно спасибо мэйзу батарея здесь на 4000 миллиампер часов есть быстрая зарядка м чат который заряжает телефон за полтора часа без проблем и связки с этим процессором и операционной системой батареи хватает на два дня то есть процессор не прожорливая операционка настроена очень грамотно стресс-тесте antutu этот телефон был заряжен на сто процентов и после стресс-теста разрядился до 94 процентов это хороший показатель конкуренты этого телефона редми ноут 4x ми 1 также honor 7x аппарат этот стоит на данный момент 9500 рублей или же 162 доллара плюсы и минусы этого телефона первый плюс это 625 snapdragon очень хороший вторая хорошая основная камера третий плюс это хорошая фронтальная камера 4 плюс это оригинальный и узнаваемый дизайн от мэйзу очень красивый и приятно его держать в руке минусы первый минус конечно же здесь используется микро юсб второй минус это яркость экрана она не очень сильно и на солнце будет точно недостаточно и третий минус конкретно в данном случае в этом телефоне это 16 гигабайт постоянной памяти и и мало для повседневных задач но конечно без проблем его можно расширить за счет карточки настоящий поклонник должен в жизни сделать три вещи поставить лайк оставить комментарий и вырастить сына чтобы он поставил лайк и оставил комментарий а еще подписался отпечаток пальцев м-тач работает здесь быстро но для того чтобы он сработал нужно нажать клавишу то есть нажать прямо саму кнопку а герой сегодняшнего обзора определенно продвинулся вперед в плане дизайна в сравнении со своими предшественниками цельнометаллический корпус стал еще тоньше изогнутое стекло дисплея со скругленными боковыми гранями усиливает положительное восприятие новинки на самом деле ты держишь в руках iphone 7 плюс вот вылитый iphone 7 плюс если бы только вот эту кнопочку внизу заменить на округляш то тогда вот один в один и это понимаете плюс для китайцев то что они смогли повторить в точности и очень хорошо и качественно iphone 7 плюс это отлично операционная система аппарат вы вышел на android 7 7 1 . 2 нуга но сильно закамуфлирован фирменной оболочкой fly m6 а вот на этом аппарате написано что здесь буква g и это означает что это международная прошивка которая будет сразу предоставлены все сервисы google youtube google play и это действительно международная версия международная прошивка переведено почти что все есть пару моментов которые не переведены на русский язык но на самом деле это не мешает для работы а стандартное предложение камера имеет множество различных настроек начиная от выбора фильтров заканчивая полным ручным режимом вы можете настраивать вручную iso вы можете настраивать фокус вручную выставить его и щелкнуть так как вам нужно это идеально для хорошей фотографии также можете сделать выдержку выставить выдержку самостоятельно то есть если вы даже хотите сделать хороший ночной снимок вы ставите телефон на штатив ставите 20 секундную задержку и делайте отличнейший снимок ночью и он будет потрясающе и поверьте строки кнопки мтач который так нам всем нравится из коробки когда вы достаете эта кнопка не работает так как она должна работать на meizu то есть она многофункциональная включен бар который нужен нужно выключить и вот в настройках мы проходим спец возможности проходим сюда то здесь выключаем галочку выключаем вот этот бар бар из виртуальных кнопок на нижней части и включается наша любимая кнопка мтач который работает так как нам нужно легким нажатием мы возвращаемся назад и большим нажатием или полностью прожимая кнопку мы возвращаемся домой очень удобно а для того чтобы всплыли все окна мы делаем свайп справа снизу есть мульти задачность когда мы в одном окне можем размещать сразу же две программы и так фото вначале тест для линз увеличиваем тестер для линз и мы видим что первая вторая третье четвертая строки четко видны рисунок контрастный отличный пятая строка конечно же не видно но это принципе понятно переходим в правую часть и видим что здесь линзы конечно справляется не очень хорошо но результат в целом достойный четвертый ряд мы тоже видим достаточно хорошо хотя снимок не такой контрастный не такой четкий но в целом очень хороший результат следующие фото тоже мы увеличиваем видим что по центру действительно контрастный снимок но когда мы приблизили да и сфотографировали чуть ближе мы даже видим пятый ряд обратите внимание пятый ряд очень хорошо виден и фотоаппарат справляется очень и очень достойно в целом если говорить о фотографиях то черный цвет передается очень хорошо контрастные такие цвета насыщенные оттенки вот при хорошем освещении мы видим хорошую детализацию даже мы можем прочитать то что написано следующий снимок при недостаточном освещении конечно мы сразу здесь видим шумы и недостаточная детализация она пропадает и при стандартном освещении мы видим что тоже есть небольшая детализация но снимки получается вполне себе неплохого качества если на это не обращать внимание ну и вот забрюривание то есть портретный режим в начале обращаю внимание здесь не совсем ровно он обрезает края но вот на следующем снимке обратите внимание когда более простой объекта то тогда справляется хорошо хорошо обрезает и отлично забрюривает задний план ну и само качество обратите внимание качество снимках достойная перейдем к примеру видео с основной камерой далее фронтальная камера обратите внимание на сколько она хорошо и детализированно снимает вот фото пара смотрите увеличиваем и мы даже видим что написано на кромке объектива canon линдс на и так далее мы можем все хорошенечко прочитать и распознать это очень достойный уровень селфи камеры но и в целом вот следующий снимок тоже цветопередача все в принципе корректно обратите опять внимание на детализацию на мелкие детали очень хорошо отрабатывает фронтальная камера люди если вам нужно хорошая фронтальная камера это meizu м6 ноут без каких-либо вариантов ну и фронталочка друзья которая нас очень радует вообще мне радует фронталочки которые становятся все лучше и лучше потому что мы пишем мы снимаем селфи очень часто мы пишем видео блоги для видео блогеров это отличная тема поэтому селфи камеры должны быть лучше единственное если у нас еще как-то наладится связь с хорошим звуком это вообще будет супер а также работают хорошенечко google сервиса давайте послушаем как они работают окей google сколько стоит meizu м6 ноут итак друзья мы посмотрели на плюсы и минусы этого телефона на самом деле meizu подскочили очень качестве сборки материалов в качестве фотоаппарата видеосъемки и самой операционной системы мне здесь понравилось абсолютно все по моему мнению это очень сбалансированный аппарат и младшая версия его стоит 9 500 это в рублях или 162 доллара знаете друзья это очень отличный выбор и так с вами был я ад скрайбер подписывайтесь обязательно на мой канал делайте репост этого видео ставьте большой жирнющий лайк и большое спасибо вам за поддержку жмите на колокольчик если не хотите пропустить следующее видео всем успехов и пока пока